Вопросы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в Дагестане обсудили на совещании под руководством председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. На встречу были приглашены представители всех ответственных сторон, курирующий отрасль, первый вице-премьер Манвел Мажонс, руководство Минстроя республики и многие другие. Открывая заседание, премьер-министр подчеркнул высокую значимость ускоренного решения проблемных вопросов, связанных с водообеспечением региона. По его словам, несмотря на то, что Дагестан считается одним из водообеспеченных регионов России, на одного жителя республики приходится около 8 тысяч кубометров воды в год. Около 30% населения не обеспечено питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Из-за дефицита мощности очистных сооружений, водоснабжения и канализации, качество питьевой воды не во всех муниципальных образованиях соответствует установленным санитарным требованиям. Ухудшается санитарно-эпидемиологическое состояние водных объектов. Указанные проблемы также были отмечены в докладе уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан. По анализу обращений, за прошлый год уполномоченным было отмечено, что количество жалоб по нарушению права дагестанцев при предоставлении услуг водоснабжения водоотведения в целом снизилось. Но, тем не менее, отдельные нарушения все же были выявлены. В рамках совещания премьер-министр заслушал доклад в РИО министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Бахтиара Улаева. Он сообщил, что вопросы развития модернизации коммунальной инфраструктуры решаются регионом с использованием механизмов финансирования в рамках федеральных проектов «Инфраструктурное меню» и «Чистая вода», федерально-государственные программы развития Северокавказского федерального округа и республиканской инвестиционной программы. В том числе, 9 проектов на общую сумму 33 миллиарда рублей реализуются в республике в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Улаев напомнил, что в 2021 году Республике Дагестан одобрена заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита в объеме около 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство водовода Черкема-Хачкала-Каспийск. Проект предусматривает строительство водозаборного узла глубиной 50 метров и водовода протяженностью 78 километров и мощность 176 тысяч кубов метров в сутки. Генеральным подрядчиком определено ООО «Современные системы реновации». А в 2023 году Республике Дагестан была одобрена комплексная заявка на модернизацию очистных сооружений канализации Махачкалинско-Каспийской агломерации на сумму около 21 миллиарда рублей. При поддержке правительства России собрана модель финансирования проекта из разных источников. Кроме того, в рамках государственной программы развития Северокавказского федерального округа в Республике реализуются проекты по реконструкции внутригородских сетей канализации Хасавюрта, строительство водовода Кайтак-Дербент в городе Дербенте, реконструкция систем водоотведения дагестанских огней и строительство очистных сооружений канализации дагестанских огней. По данным объектам, конечным потребителям услуг станут более 200 тысяч человек, стоимость реализации проектов около 5 миллиардов рублей. В рамках совещания был рассмотрен ход реализации каждого из проектов. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минстрой Дагестана продолжить работу в части своих полномочий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры региона с использованием механизмов финансирования в рамках федеральных проектов «Инфраструктурное меню и чистая вода», государственной программы развития СКФО и республиканской инвестиционной программы. Информацию об исполнении предоставлять в правительство Республики Дагестан.